В эфире программы «Середина земли» мы расскажем о новостях из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Калмыкии, Якутии, Китая и Монголии. Я ее ведущая Дарья Орлова и сейчас я познакомлю вас с новостями из Приангарья за минувшую неделю. Здравствуйте! Иркутский покоритель глубины. Фридайвер Марк Кисурин погрузился на 71 метр во Франции. На соревнованиях он не взял призовое место, но показал достойный результат. Мы пообщались со спортсменом лично. Подробности расскажет наш корреспондент. В воде он черпает вдохновение и нашел свое предназначение. Марк Кисурин пять лет занимается фридайвингом. Признается, для этого нужны регулярные тренировки, выносливость и развитые легкие. Но главное – желание. Марк, почему начали заниматься фридайвингом? Ну, это целый ряд причин. Во-первых, я всю жизнь плаванием занимался и с водой всегда дружу. Во-вторых, мы живем на берегах великолепного водоема. С водоемом такого типа у нас в стране сложности. Уникальное место и грех здесь не заниматься подводным плаванием. В общем, Байкал вдохновил? Да, в первую очередь местонахождение. Во-вторую – просто интерес к подводному миру, к взаимодействию с водой. В этом году Марк пытался покорить 33-й чемпионат мира по фридайвингу по правилам Аида Интернешнл. Соревнования прошли на острове Корсике. Мужчина погрузился на глубину 71 метр. Температура воды была после шторма – всего 14 градусов. Хотя, говорит Марк, для сибиряка это привычно. Я впервые участвовал в международных соревнованиях. То есть на отечественных соревнованиях я участвую регулярно, езжу в разные места. Мы на реале много где. С федерацией фридайвинга России. А попасть на чемпионат именно мировой мне довелось впервые. Позже понравилось. Надеюсь, в следующем году повторить. Сейчас Марк планирует продолжить тренировки и снова бросить себе вызов. Мужчина не намерен сдаваться и готов дальше покорять глубины мира. Дарья Пастушенко, Сергей Коваленков, Середина земли, Иркутск. Это были новости Иркутской области. Увидимся уже на следующей неделе. Я с вами прощаюсь и передаю слово коллегам из Читы. Спасибо, коллеги. Приветствуем зрителей информационной программы «Середина земли» в студии телеканала РТК «За Байкалье» Вера Асадулина. Сегодня мы расскажем вам о событиях, произошедших в нашем регионе за минувшую неделю. Сочетание красоты и силы воли в Чите завершились всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Золото Удакана». Но даже больше, чем медали, юные гимнастки из 24 субъектов страны ждали от этого кубка встречи с чемпионкой России и Европы Лалой Крамаренко. Как это было, расскажем далее. Турнир грации, легкости и пластики. Чита стала центром притяжения около 800 сильнейших гимнасток из разных уголков России. Все пять соревновательных дней открытого кубка Амурского тигра «Золото Удакана» для каждой из участниц были напряженными. Даже между выступлениями девочки не расслаблялись и болели за своих. Я выступала в групповом составе «За Байкалочки». В общем, мы выступили, конечно, лучше, чем ленты. Нам есть над чем работать, поэтому мы не сдаемся. Мы будем идти дальше и покорять новые вершины. Художественная гимнастика – это не только сила воли и постоянная работа над собой. Многим гимнасткам поверить в себя помогают не только усиленные тренировки и напутственные слова тренера, но и талисманы. Кто-то привез их из дома, кто-то обзавелся ими прямо здесь. Это моя игрушка, это мой талисман новый. Я хотела копивару, мне мама разрешила с ней сфотографироваться. У меня талисман «Сигр», который мы подарили на этих соревнованиях. Я его целую, отдаю девочкам, девочки меня поддерживают. Я сделала свою программу более-менее чистой. Оценки тоже очень хорошие. Символ соревнований «Амурский тигр» полюбился буквально всем. Одна из задач турнира – привлечь внимание к защите дикой природы. Для большинства же гимнасток этот кубок запомнится встречей с кумирами. Чтобы поговорить со звездами художественной гимнастики, Викторией Чумаковой, Александром Букловым и Лалой Крамаренко выстраивается очередь. В каждом вопросе юных спортсменок слышны настоящие эмоции. Как вы так настраиваетесь на выступление, что прям все идеально? Просто мы вас всей семьей до двух часов ночи смотрим. Ваше каждое движение болеет. У меня сердце дрожит, когда я на вас смотрю. Своей главной мотивацией в спорте Лала Крамаренко назвала внимание девочек к ее выступлениям. Поговорили просто и без преград. О мечтах и планах, о радостях и силе воли. Не обошли стороной вопрос участия нашей страны в Олимпийских играх. В этом аспекте соревнования «Золото у Дакана» – это тоже шаг на пути к развитию спорта в России. В это непростое время, это очень важно, выдвигать художественную гимнастику на новый уровень. И я благодарна всем людям, которые тоже организовали этот кумир. Поэтому это огромная честь. Я посмотрела на детишек, есть много хороших, много классных предметов, которые они делают. Поэтому дай бог, чтобы это все развивалось. Соревнования-то окей? Нормально? Соревнования вообще огонь. Просто. Такие соревнования и искренние встречи с кумирами важны для нашей страны. Они помогают зажигать не только новые имена, но и сердца юных гимнасток, любовью к спорту. Екатерина Пешкова, Антон Носов, «Середина земли», Забайкальский край. Отзовется в душе каждого, кто хоть раз бывал на Байкале. Фильм «Лето на память» забайкальского режиссера Бояра Бородиева выходит на экраны кинотеатров Иркутска. Одну из главных ролей в нем сыграл российский актер Кирилл Кяро. О чем эта история и ждать ли ее в чите, узнавала Екатерина Пешкова. Лицо миллиметров, вот, все идеально. И начали. Не просто квартира с отзвуком советского колорита, а настоящая съемочная площадка. Режиссера Бояра Бородиева мы застали за работой над новым клипом на песню Маргариты Колотилиной. На первом месте творческий процесс. А между тем, 3 октября к выходу в прокат готовится его новый фильм «Лето на память». Чистая и теплая история, навеянная сказаниями о появлении нерп в самом глубоком озере мира. Есть такая легенда, что озеро Байкал соединено подземным тоннелем с Северным Ледовитым океаном. И якобы, в старину рассказывали, что якобы то, что утонуло в Байкале, неожиданно всплывало в Северном Ледовитом океане. И наоборот, то, что утонуло в Северном Ледовитом океане, неожиданно оказывалось в Байкале. Мы, когда эту историю узнали, легенду эту прочитали, нам показалось это интересным. И мы решили попробовать, что если вдруг кто-то или что-то утонет в Северном Ледовитом океане. И какой это эффект вызовет, если это всплывет на Байкале. Эта история о том, насколько важно быть открытым окружающему миру, даже если поверить в происходящее порой сложно. Необычная находка паренька Юры меняет жизнь всей байкальской деревушки и становится началом летних приключений, которые навсегда изменят его жизнь. Для самого бояра этот фильм тоже останется в памяти. Мы снимали это все в порт Байкал, это недалеко от Листвянки, это такой отрезанный, скажем так, от большой земли островок, на который нужно добираться по парому. И там абсолютно какая-то, благодаря вот этой вот отрезанности, абсолютно аутентичная какая-то такая обстановка, как будто бы, знаете, жизнь сохранилась в том виде, в каком она была в постсоветское время. И мне, когда мы снимали этот фильм, я прям отдохнул так душой, потому что это Байкал, потому что это лето. 11 дней. Исплоченная съемочная команда около 70 человек, которые пришлось столкнуться в процессе работы и с дикими медведями, и с капризами байкальской погоды. От густых туманов и проливных дождей до палящего солнца. Нередко бояру самому приходилось примерять на себя ту или иную роль. Фильм получился поистине с местным колоритом. Ты что такое говоришь-то? Чего? Чего? Я не помню, как меня зовут. Прикинь. Если честно, я бы тоже так хотела. Ну, в плане, чтобы все забыть, ничего не помнить и очутиться в незнакомом месте. Пока фильм «Лето на память» выходит на экраны в Иркутске, но прокат в других городах России тоже возможен. Кроме того, активные переговоры сейчас ведутся о премьере фильма в сети. Так что, читинцы, держим пальцы крестиком и с нетерпением ждем. Екатерина Пешкова, Никита Дроздов. Середина земли. Забайкальский край. Гайден Моцарт Шуберт. Бессмертная классика продолжает радовать забайкальцев в рамках третьего фестиваля Олега Лунстрома. На этот раз гостем стал народный артист СССР Юрий Башмет. Удалось пообщаться с известным дирижером и нашей съемочной группе. Аплодисменты, которым, кажется, просто нет конца. Так встречают легенду. Совсем недавно он был на гастролях в Южной Америке, а уже сегодня вместе с камерным оркестром солисты Москвы приехал в Забайкалье. Известный на весь мир дирижер, альтист и педагог Юрий Башмет выступает на сцене Краевой филармонии. Я очень рад, что я в этот раз приехал не на два часа на концерт, а что на три дня разные программы. И какие программы вчера Соборяне, был спектакль, сегодня совершенно другой жанр радует. Радует, что эти дни в моей жизни проходят со смыслом и с удовольствием. В каждом жесте Юрия Башмета видны трепет и бережное отношение к делу своей жизни. Выступать на одной сцене с мастером волнительно даже для художественного руководителя фестиваля Петра Лунстрыма. Дебют такого тандема на Читинской сцене прошел успешно, а самое главное порадовал не только зрителей, но и самих артистов. Главное то, ради чего мы занимаемся этой профессией, этим ремеслом, это импровизация и радость импровизации на сцене, то есть ощущение. И мне кажется, что это было первой до последней ноты сегодня. И тем более приятно, что мы впервые выступили сейчас и сразу получили это удовольствие. Юрий Башмет шутит, его позвали на фестиваль только спустя три года. На самом деле график гастролей очень напряженный и планов на будущее у этого великого музыканта еще много. Это были новости Забайкальского края. Увидимся уже на следующей неделе. Я же с вами прощаюсь и передаю слово коллегам из Улан-Удэ. Спасибо, коллеги. Приветствуем зрителей программы «Середина земли» в студии телеканала «Тевиком» Юлия Пермякова. Сегодня мы расскажем вам о событиях, произошедших в Бурятии за минувшую неделю. Комфортабельные номера с теплыми полами, доступная среда для людей с ограниченными возможностями и, конечно, качественный сервис. И все это за пределами столицы республики. Все подробности мы расскажем далее. Мотель «Вечный зов» и туристский информационный центр находятся на федеральной трассе Улан-Удэ Кяхта-Монголия. В ноябре прошлого года владельцы получили грант национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Теперь гостей здесь встречают в три современных красивых модуля издания уютной сервисной службы. Идея реализации такого проекта появилась не случайно. Так как мы находимся на федеральной трассе, то ежедневный поток туристов увеличивается. И вот к нам в кафе заходят ежедневно, летом особенно, заходят и спрашивают, где можно у вас переночевать, где получить информацию. И здесь у нас уже возникла идея, и мы ее реализовали. Номера рассчитаны на четверых человек. Здесь можно переночевать целой семье. Модули оборудованы теплыми полами, санузлом. Еще тут есть возможность разогреть еду и скептить воду. Завтрак включен в стоимость, а один из номеров оснащен доступной средой для людей с ограниченными возможностями. Сумма субсидий составила около 4 миллионов 745 тысяч рублей, а сумма проекта – почти 7 миллионов 118 тысяч. Рядом с модулями находится туристский информационный центр. Здесь посетители могут приобрести сувениры, знаменитую облепиховую продукцию, купить сим-карту, получить информацию о туристических направлениях, даже принять душ, конечно, перекусить и зарядить мобильный телефон. Сумма субсидий на ТИЦ и установку санитарных модулей составила около 7 миллионов 704 тысяч рублей. Объем собственных вложенных средств – примерно 3 миллиона 960 тысяч. Так, благодаря поддержке Министерства туризма Бурятии развивается гостеприимство в нашей республике. В планах у владельцев построят еще и детскую площадку с теплым гаражом. Олеся Цыкина, «Середина земли», Бурятия. Первые аудиокниги на бурятском языке выпустили в Бурятии. Презентация прошла в Национальной библиотеке на 29-м книжном салоне. Какие произведения стали доступны теперь и в аудиопрочтении, мы расскажем в следующем материале. Проект «Голос родного края» был реализован впервые. Он создан для популяризации литературы бурятских авторов с помощью аудиокниг. В частности, среди людей с инвалидностью по зрению. Теперь незрячие и слабовидящие смогут слушать произведения писателей на родном языке. Все считают, что берут книгу, там автор, да, и читает читатель, да. А вот чтобы вот эту книгу посмотреть слепому, да, ему ее кто-то должен прочитать. И очень большое дело, кто это делает. В рамках проекта были отобраны три книги. «Мой талисман» Сергея Доржиева, «Заповедь родной земли» Галины Базаржаповой и «Заветы матери» Доржо Сультимова. Их озвучили и перевели в формате ЛКФ. Честно говоря, я вообще не ожидал этого, конечно, я даже не знал, что такое может быть. Ну, как-то не думался в этом. Почему? Потому что мы думали, ну, когда-нибудь, наверное, сделается. И, конечно, когда сюда пришли, такая радость, а сам себя ставишь вместо слушателя. Это вообще здорово. У меня удивительные впечатления, потому что я не представляла, что эта работа была в аудиокниге. Такая она широкомасштабная и вообще чуть ли не голубальная. Сто с удовольствием было задействовано. Дикторами проекта стали заслуженный артист России Доржи Сультимов и народная артистка Бурятии Туяна Бальжанова. Аудиокниги уже доступны для широкой аудитории. Их можно скачать в Центре обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности при Национальной библиотеке Бурятии. Андрей Слепнев, «Середина земли», Бурятия. Первые комиксы на бурятском языке издали в Улан-Удэ. Чтобы прочесть их, нужен только телефон. Необычный формат подкупает молодежь. На это и был расчет. По данным переписи населения, бурятским владеет лишь каждый пятый житель нашей республики. Так цифровые технологии помогают изучать национальную культуру. Объединив технологии, народную мудрость и современную подачу удалось реализовать поистине волшебный проект. МТС Бурятии и партнеры создавали его около года. В сборник вошли знакомые с детства сказки «Мудрый балдан», «Резвый козленок», «Три загадки» и другие. Формат выбрали современный и понятный детскому взору – комикс или еще его называют «манго». Дети все делают через игру. В гаджетах равных детям нет. Многие взрослые проигрывают вообще в скорости освоения чего-то нового. И так пришла идея сделать именно в таком формате. Но вообще самое главное – хотелось сделать что-то очень важное и ценное для родной, любимой Бурятии. Каждая сказка в этнокомиксе дополнена виртуальным русско-бурятским разговорником. Книга будет доступна в трех форматах – печатном, цифровом и аудиоформате. Озвучивали сборник актеры Бурятского республиканского театра «Кукол Ульгер». Тебе надо включать всю свою фантазию, воображение. Нужно же влиться, как говорится, в этого персонажа, в героя. Характер, какой у него голос должен быть, какой тембр, как он говорит, размеренно, неразмеренно, в какой ситуации он находится. Партнером проекта выступила российская социальная сеть «Луки», которая разработала нейроаватар специально для комикса «Ожившие легенды Бурятии». Встроенная в приложение нейросеть позволит увидеть себя в образе героя народных легенд. Для этого необходимо загрузить портретную фотографию в раздел «Нейроаватары» и создать свой виртуальный прототип. Книга, которая поступает в Национальную библиотеку и Библиотеку Республики Бурятия, занимает самое-самое достойное место. И, как я сегодня уже говорила, мы рады любому книжному изданию, которое приходит к нам в библиотеку. В нашей республике 434 библиотеки, и компания МТС сегодня подарила каждой библиотеке книгу. В качестве меры поддержки изучения национального языка и литературы Бурятии в культурные и образовательные учреждения Республики передадут тираж сборника. Презентация этнокомикса прошла в рамках 19-го книжного салона в Национальной библиотеке Бурятии. Гости салона и посетители учреждения могут познакомиться с книгой на интерактивном стенде. Такие события произошли в Бурятии на этой неделе. Ну а мы передаем слово коллегам из «Алисты». Спасибо, коллеги. Мы приветствуем всех телезрителей международной программы «Середина земли» в студии национального телевидения «Калмыки». Для вас работает Наталья Доржиева. Горячо любимый зрителями Республики государственный ансамбль песни и танца «Тюльпан» открыл концертный сезон. Два дня на главной сцене Республики артисты радовали своих поклонников полюбившимися танцевальными номерами и песнями. Коллектив представил не только танцы «Золотого фонда», но и номера современных хореографов. С первых дней коллектив выступал активным пропагандистом национального музыкального искусства. Репертуар коллектива – это своеобразная художественная энциклопедия «Калмыки». Открытие сезона для нас – это большой праздник. Можно сказать, что открыли мы сезон еще месяц ранее в Бурятии, в Монголии. Мы уже начали после отпуска провели вот в Монголии и в Бурятии. Два аншлага в Бурятии, сегодня два аншлага в Алисте спустя месяц. Мы, конечно же, очень рады увидеть нашего любимого зрителя. И, конечно же, мы приготовили новые красивые концертные номера. Как провести долгожданное тепло в садовые дома? Такой вопрос обсуждали в региональном Росреестре с участием самих садоводов, представителей профильных ведомств и газовой компании. Не обошлось без горячих споров и острых вопросов. Подробности у моей коллеги Донара Бимбинова в следующем сюжете. С апреля этого года садовые товарищества включены в программу социальной газификации. Это значит, что газовую трубу теперь должны бесплатно проводить границам садовых участков. Для реализации программы в Калмыкии ведется подготовительная работа. В целях контроля и координации действия региональный Росреестр регулярно проводит встречи со всеми участниками процесса газификации садовых товарищей. На этом совещании было принято решение, чтобы один или два пилотных СНТ провести по алгоритму, который предложил Газпром газоопределение Листа и отработать уже механизм для газификации остальных СНТ. При этом, конечно, все, кто должен был быть причастен, активно включаются в работу. Администрация города будет проводить интервью земельных участков совместно с жителями СНТ. Я уверен, что через месяц мы соберемся и у нас будут уже какие-то положительные результаты по движению вперед по газификации СНТ. В Калмыкии многие садоводы живут на дачах не только летом, но и круглый год. И вопрос газификации этих домов стоит для них достаточно остро. С письмами и просьбами они неоднократно обращались во все инстанции. Сегодня, отвечая на острые вопросы собравшихся, исполнительный директор Газпром газораспределения Листа успокаивает дачников. Он предложил выбрать в качестве пилота первые товарищества, чтобы отработать на них алгоритм газификации. На сегодняшний день возникает ряд вопросов, по которым мы уже не первый раз собираемся в нашем Росреестре и эти вопросы обсуждаем совместно с жителями нашей республики и жителями, которые проживают непосредственно на территориях садоводческих товариществ. Эта работа очень плотно ведется. На сегодняшний день есть ряд решений, по которым мы рассчитываем на своевременную реализацию тех поручений, тех инициатив, которые были озвучены Владимиром Владимировичем Путиным по газификации садоводческих товариществ. Как признаются сами дачники, отапливать дома зимой приходится дровами и углем. Есть, конечно, и те, кто делает это с помощью электронагревателей, но такой способ сильно бьет по семейному бюджету, поэтому мало кому доступен. И в таких условиях люди живут не один десяток лет. Живу я на даче уже порядка 15 лет, а занимаемся дачами мы 40 лет. У нас участок 40 лет, как жилой дом мы оформили 12 лет назад. И вот пришла новость к нам, что до газификации СНТ документы, все, которые с нас потребуют, и подадим, вот как сейчас на собрании мы решили, на совещании пилотные, это геолог попал и тополина рощи. И мы документы соберем все в срочном порядке, проработаем с земельной службой мэрии, эти документы уточним и индивидуально подадим на газификацию. Проживает нас с 2013 года, живем там, я и мои дети проживаем. О газе, конечно же, и не мечтали в будущем, но, конечно, хорошо, что сейчас у нас есть этот газ, мы будем довольны, что у нас пройдут, уже легче будет жить, как говорится. Но то, что будет газ, это очень даже хорошо для всех нас, кто там проживает. Проживает у нас там очень много, тоже есть многодетные по соседству, есть с маленькими детьми, конечно, было бы легче. В основном некоторые есть сейчас, которые отапливаются светом, но это затратно, это от 1015 выходит в месяц. Так что газификация была бы для нас самой лучшей. Следующая встреча запланирована через месяц. За этот период мэрия должна завершить инвентаризацию садовых товарищей, а газовая компания изучит все возможности подключения садовых товарищей к долгожданному газу. Донара Бимбинова, Середина Земли, Калмыкия. Это все, о чем мы вам успели рассказать, а сейчас мы переходим к новостям из Якутии. Спасибо, коллеги. Приветствуем зрителей информационной программы «Середина Земли». В студии телеканала «Якутия-24» Сергей Мехедов. Сегодня мы расскажем о самых заметных событиях в нашем регионе за минувшую неделю. На деловой встрече главы Якутии Айсена Николаева с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко обсуждались аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе и в кинематографе. Якутия занимает третье место по производству фильмов в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Айсен Николаев выразил заинтересованность в плане сотрудничества с Республикой Беларусь, в частности в создании совместных проектов в сфере кино. Сегодня мы понимаем, что надо в том числе снимать фильмы и про героев Великой Отечественной войны, и про героев современности. У нас есть уже такие фильмы про Великую Отечественную войну. Сегодня мы снимаем также фильмы, связанные с теми событиями, которые сегодня происходят в мире и в России. И уверен, что и с нашими друзьями из Беларуси можно сделать много интересных совместных проектов. Мы здесь открыты. Наш кластер труда в Якутске считается одним из самых крупных таких кластеров для креативных индустрий вообще в целом в Российской Федерации. Никто не забыт, ничто не забыто. Акция, посвященная подвигу воинов-якутиан во время Великой Отечественной войны, прошла в городе Тула. Там шли ожесточенные бои, в которых принимали участие наши земляки. Чтить их память стало традицией. Каждый год якутяне отправляются в Тульскую область, чтобы отдать дань предков. Подробности у Максима Кордоза. Каждый год якутяне, живущие в Москве, отправляются в путешествие в Тулу. Но не за пряниками или самоварами, а чтобы почтить память своих предков. В годы Великой Отечественной войны здесь, на подступах к столице, сражались и погибли сотни наших земляков. Увековечить их подвиг решили в мраморе. В 2020 году, будучи здесь, мы договорились, что, во-первых, найдем фамилии, имена и отчества погибших якутян. Потому что к тому моменту мы знали только примерно 40 фамилий. И вот после этого, значит, сделаем памятный знак. Поставили мы его на деньги членов землячества. Там нет ни копейки государственных денег, там бюджетных. Это все наше пожертвование. Я тут уже второй раз посещаю город-герой Тулу. Сейчас уже я понимаю, насколько это важно, ответственно. Поэтому уже само желание было. Не ждал, когда мне напишут. Сам проявил инициативу. Вот уже в седьмой раз у мемориала проходят митинги памяти. Причем на акцию под названием «Никто не забыт, ничто не забыто» приезжают не только якутяне, но и приходят местные жители. Для всех тылюков Великая Отечественная война – это особые страницы истории. Мы этим гордимся, как пазарический округ. Потому что именно нам выпала такая честь встречать гостей. Это действительно интересно, потому что жить и варить в собственном соку. Когда мероприятие межрегиональное, причем с республикой, то действительно географически далека. Для нас это необычно и приятно. На плитах памятного знака высечены имена 96 воинов-якутян, которые погибли в боях под Тулой. Причем этот список будет пополняться. Поисковикам удается находить в архивах новые фамилии бойцов. В этот раз общественности представили документы на четверых воинов. Один из самых известных якутских воинов, кто погиб на нашей тульской земле, это капитан Амосов Семен Егорович, полушага вперед. Похоронку ему отправили в Шурапсинский район, Якутийский СССР. Дважды награжден. Это большая редкость. Наши земляки в Туле также посетили оружейный музей и встретились с ветеранами города-героя. И многие якутяне уже заявили, что обязательно примут участие в этой акции и в следующем году. Возраст не помеха. В Якутске прошел фестиваль «Активное долголетие». В Сахотеатре для старшего поколения организовали различные активности. Участие приняли более 800 человек. Чем удивили организаторы в этом году, узнаем в сюжете. Вы делаете вот эти прощения. Йога, дыхательная гимнастика и море улыбок. Все это создавало неповторимую атмосферу на ежегодном фестивале для тех, кто молод душой. На первом и втором этаже Саха-деатра развернулась настоящая творческая мастерская. Все желающие могли попробовать себя в разнообразных мастер-классах, демонстрируя свои таланты в рукоделии и декоративно-прикладном творчестве. Сегодня вот делаем панно. В принципе, это сухое валяние на фетре. Берем, значит, шерсть. Специально есть для валяния и шерсть. И вот такая игла. Специальная игла. Интересно очень, да. Тем более, после пенсии, на пенсии, это увлекательно. Кроме того, в рамках фестиваля в мероприятии приняли участие 25 ведомственных организаций, которые представили свои услуги для граждан старшего поколения в направлениях здравоохранения, культуры, спорта, развития туризма и предпринимательства. Фитнес будет у нас еще разновидности, еще бачата и неробика. И вот если пройти по площадкам, вот здесь сегодня представлены организаторами, то есть Министерством труда и социального развития и Республиканским комплексным центром, различные учреждения социального направления, которые именно для пожилого возраста имеют интерес и могут услугу свою предоставить. Фестиваль проводился в рамках реализации мероприятий региональной программы «Вместе к активному долголетию» 55+, которая помогает улучшить качество жизни пожилых людей и сделать ее более активной и интересной. Два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, раз, два, четыре. И как поделились многие участники фестиваля, жажда к жизни и неиссякаемая энергия позволяют с уверенностью сказать, для них возраст – это всего лишь цифра. Дарья Короленкова, Григорий Охлопков, Якутск. Театр оперы и балета готовится представить зрителям оперу в трех актах «Ригалетта». Произведение написано в 1850 году итальянским композитором Джузеппо Верди. Режиссером-постановщиком выступил Михаил Панджавидзе. Как идет подготовка к спектаклю узнавала Вероника Таюрска. Опера, рассказывающая историю о трагической судьбе «Ригалетта», возвращается на сцену. Жизнь придворного шута превращается в настоящий кошмар. После того, как он становится жертвой рока. Зрителям предстоит вместе с героями испытать чувство страдания, любви и предательства. Изначально была опера автором Джузеппо Верди, композитором была написана. Либретта Франческо-Мария Пьяви было названием «Маледетто», «Маледетционе». Это в переводе с итальянского «Проклятие». Все вокруг этого происходит. Вокруг Ригалетта, придворный шут, горбун. Действия оперы разворачиваются в 16-17 веках в Италии. По сюжету распутанный герцог совершенно очарователен. Несколько бестолков, но вовсе не зол. Притворившись студентом, он влюбляет в себя Джильду, дочь придворного шута Ригалетта. Герцог у нас ведет очень такую темную развратную жизнь и положил глаз на Джильду, крадет ее, поступает с ней плохо. И в этой опере она является такой светлой лирической линией, лирической героиней. Но она не совсем хрупкая, нежная. Она во имя любви дает себя в жертву. В конце ее она умирает. Масштабные постановки, масштабные декорации. Для постановки оперы в Якутск прилетел известный художник-постановщик Гарри Гуммель, который уже занимался проектированием декораций для данного произведения. В этот раз эскиз итальянского городка был отдан в руки якутских мастеров в начале лета. Уже сейчас на репетиции исполнители оперы могут репетировать на сцене с декорациями одной из сцен. В принципе, только четыре главные сцены, но они переходят одна в другую. То есть то, что у нас подвижные башни, то, что у нас подвижный круг, то есть оно одно в другое переходит и установка идет. Но в принципе, четыре больших сцены. То есть они все взаимосвязаны? Конечно. Оперу «Рыгалета» в постановке Михаила Панджавица после долгого перерыва можно посмотреть 5 и 6 октября на сцене театра оперы и балета. Вероника Тайурска, Нюргун, Старостин, Якутск. Такими были наиболее интересные темы недели на телеканале «Якутия-24». Ну а мы передаем слово Международному блоку новостей. Здравствуйте, коллеги! В эфире международная информационная программа «Середина Земли». О самых интересных новостях Монголии расскажу вам я, Энгболт Мунхбаяр, в эфире «Аист Глобал». За приверженность сохранения наследия Халхенгола настоятель буддийского храма награжден юбилейной медалью. Подробности смотрите в нашем сюжете. Настоятель буддийского монастыря Гарма Гарджит Урджин Перинлайлинхит Тавасамбуги Тавансахан награжден юбилейной медалью к 85-летию победы на Халхенголе. Священнослужитель долгие годы ведет активную работу по укреплению дружественных отношений России и Монголии. Он направлял средства на возведение памятника героям на полях сражений. Нам очень сегодня приятно было вручить памятную медаль, выпущенную специально к 85-летию победы советских и монгольских войск на реке Халхенгол уважаемому ламе Тайван Сайхану. Вот эту памятную медаль мы вручаем людям, которые что-то особенное сделали или выступали в связи с этим юбилеем. Хотел бы выразить глубокую благодарность уважаемому российскому народу. Желаю дальнейших успехов и процветающего развития российскому сообществу. Здоровья всем, а также светлых и благополучных дней впереди. Лама активно занимается благотворительностью, выступал с лекциями в Японии и Таиланде, посещал страны Африки, где оказывал помощь больным детям. На этом у нас все. Увидимся через неделю. Передаю слово своим коллегам из Китая. Добрый день. Приветствую зрителей международной информационно-аналитической программы «Середина Земли». С вами Сян Джунань и из-за пекинской студии телеканала CGTN. В российском городе Красноярске отпраздновали день рождения китайского мыслителя и философа Конфуция. Мероприятие вызвало большой ажиотаж, и праздничный концерт был переполнен жителями города. Марина Мышко, наш собственный корреспондент, побывала на дне рождения. День рождения Конфуция стартовал в Красноярске под нежные струнные звуки. За инструментом 12-летняя Ван Шинюй. Впрочем, девочка с рождения живет в Сибири, отлично говорит по-русски и называет себя Соня. Я научилась играть в Китае. Это называется Джон. У него 21-летняя струн. Сложно на нем играть? Да. Больно. Потому что левой рукой нужно вот здесь нажимать. Послушать традиционную китайскую музыку собралось столько сибиряков, что Дом дружбы народов едва вмещал всех желающих. К локациям выстраивались огромные очереди. Пока одни вырезали узоры из бумаги, другие не сводили глаз с кисти мастера. На этой локации мы знакомим людей с каллиграфией. По просьбе посетителей я пишу поздравительные иероглифы конкретному человеку. Это отличный подарок, который привлекает удачу и благополучие. Но желающих так много, что вряд ли мы успеем написать послание для каждого. На празднике можно было познакомиться с правилами традиционной чайной церемонии и продегустировать разные сорта, если, конечно, хватит терпения постоять в очереди. Нам сказали, что будет много, но много, я думал, это 20 человек подойдут, максимум 30 за весь час. А здесь мы просто не то, что не успеваем воду заваривать, мы не успеваем людям чашечки даже туда-сюда отдавать. Эмоции самые прекрасные, воодушевленные, потому что моя задача по жизни – это рассказать об этом, оповестить людей, помочь им в чем-то. Особый восторг – возможность сделать фото с почти настоящим императором. Яркие костюмы, нарядный головной убор покорили сибиряков. И такой масштабный праздник объединил сразу три повода. В этом году исполняется 75 лет со дня восстановления дипломатических отношений между Москвой и Пекином. Кроме этого, проходят Года культуры России и Китая. Данное мероприятие посвящено всем этим событиям и, конечно же, Дню рождения Конфуция. Мы надеялись, что гостей будет много, но такой интерес – это приятный сюрприз для нас. Центральным событием праздника стал концерт. Здесь и краткая биография Конфуция, и танец дракона, и, конечно же, музыка. Для школьников и студентов, изучающих китайский, это не просто выступление, а возможность услышать живой язык и попрактиковать его. Единственный минус концерта в том, что попасть на него смогли далеко не все желающие. Зрительный зал не смог вместить более ста человек. Но организаторы уже заявили, что в следующий раз учтут ажиотаж и для проведения праздника выберут площадку значительно больше. Марина Мышко, Сергей Камашев, СИЗЖТН, Красноярск. На сегодня это все. Спасибо за внимание. До встречи на следующей неделе в эфире программы «Середина земли». Редактор субтитров А.Семкин